он видите курочки не только у сандрин а он тоже у людей курочки посмотрите при том сколько много там по моему их даже больше 12 боже привет привет друзья мои мое очередное видео для вас в красивом месте кто узнает как говорится это место напишите кто не узнает и смотрит первый раз тем более вам будет интересно посмотреть вокруг сегодня у нас плюс 15 сегодня у нас февраль конец февраля и очень хорошая погода вот чего хотела сказать я вам иногда путаюсь друзья потому что вы знаете снимаю видео много потом начинаю выбирать отбирать какие какие-то получаются нормально какие-то не очень их удаляю а потом забываю что я в каком видео вам говорила ну вот сегодня я хочу вам рассказать про еще один интересный случай из своей жизни или как там говорят еще один скелетик в шкафу я вам сейчас расскажу вот пока мы будем гулять я вам покажу у нас уже начинает цвести мимозы вовсю у нас уже нарциссы расцветают скоро расцветут камелии скоро расцветет великолепная магнолия и все 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 цветы поэтому будем смотреть дальше всю эту красоту так вот хочу вам рассказать когда я еще жила с мужем у меня была такая интересная довольно таки история пока познавательная не знаю кому-то понравится кому-то нет может быть опять там будут мне возмущен написать но и ничего может быть она даже так и интересней не всем и не всегда я могу нравится и не всем и не всегда может нравится мой образ жизни но это уж как кому а я вот рассказываю то что есть на самом деле мы ходили с мужем часто в гости к его друзьям англичанам птицы поют останавливаюсь даже со своим рассказом видите где мы да с вами здесь птицы поют всегда и вот чаще всего мы ходили в гости к его самым лучшим друзьям их было четыре друга значит вот мой муж два джона и колен вот и мы по очереди ходили как это у них тут принято заведено вообще может быть это и не везде так заведено но вот именно у них компании было заведено так что они ходили к друг другу в гости по кругу вот значит если на одну неделю выходные приходили все его друзья со своими женами там у кого были жены приходили к нам с рентоном я им накрывала стол у нас был прекрасный обед сервированный красиво стол разговоры вино и в общем на целый вечер вот это вот значит такое у нас было интересное пати а потом на следующую неделю мы шли к другому уже другой из этой компании из четверых нас приглашал джон допустим мы шли к нему он уже готовил накрывал стол на всех он вино краси хорошее оставил то есть вот вот так вот по кругу потом мы шли к корину потом мы шли опять к джону потом мы шли опять к нам и вот так вот каждую неделю может быть иногда через неделю вот так по кругу это у них было настолько заведено в течение 15 лет что вот такая традиция у них поддерживалась и вот в основном все его мужчины были уже вдовцы все его друзья у колина совсем недавно уже при мне умерла жена он остался тоже один а еще один джон давно уже был вдовцом вот и в общем получилось так что мы когда пришли в гости колину у него оказался что к нему приехал его сын сын приехал из америки и как вы понимаете так как мой муж был старше меня то и все его друзья были примерно его возраста и поэтому вот этот сын его кстати звали тоже джон 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 он был примерно моего да не примерно а прям точно моего возраста ему тогда было 58 лет как и мне такой довольно приятный мужчина был этот джон но он был очень очень грустный и он что-то все сидел когда мы пришли он конечно поздоровался встал нам его колин представил что это его сын вот но он сидел сразу так отстранился и сидел там что-то углубленный в свой ноутбук в свой лаптоп и головы особо не поднимал потом когда уже там мы перешли в другую комнату расселись просто пить вино то колин ему сказал ну так джон ты садись тут с нами давай поговори там то все ну и джон подсел ко мне конечно же потому что во первых наверное возраст один и тот же ну и потом для него я новый человек ему было интересно ну и он подсел и мы разговаривались вы знаете и мне получилось так что мне его было очень приятно слушать в том плане что я его понимала стопроцентно потому что он был как я уже сказала хоть и рожден в англии но он долго долго жил в америке уехал и у него был английский американский посмотрите была служба в аббатстве посмотрите сколько людей тут у нас сегодня воскресенье как я сказала очень много людей на службе много людей не только на службе а много людей уже и в нашем кафе посмотрите уже весна наступила и люди прекрасно сидят на улице так вот мы разговаривали с джоном он мне рассказал поведал свою историю как-то сразу он мне ее поведал вы знаете не знаю почему так получилось как-то сразу он мне открылся и вот он сказал что он уехал когда ему было еще наверное 19 лет такой возраст знаете хочется что-то такое каких-то перемен хочется что-то в своей жизни грандиозное совершить и он говорит что мне было скучно здесь с родителями и я закончил школу вот какой-то тут колледж поступила потом решил он очень хорошо играл на гитаре и он сказал что я захотел поехать в америку какой-то там джаз-бенд его пригласили они вернее хотели там там его уже друзья какие-то жили вот и они захотели свой организовать концерт ансамбль в общем он уехал в америку представляете когда ему было 19 лет то есть практически 40 лет он там прожил и вот он говорит что я там жил очень хорошей женщиной сразу женился на американке но она оказалась старше его она оказалась с с тремя детьми вы не поверите такое бывает вот и вот он воспитывал его день ее детей они прекрасно жили и прожили больше 30 лет сколько то там не буду сейчас считать и вас заморачивать ну и он мне показывает что вот получилось так что жена его умерла год назад от рака груди кстати странно очень часто у них это вот рак груди она умерла от рака груди и он дети уже выросли и он настолько ее любил настолько был потрясен мало того что несмотря на то что он детей вот воспитывал всю жизнь они получается ему отказали от дома там что-то произошло такое какое-то ужасное я честно говоря вот так тогда еще вы знаете да еще с моим английским переспрашивать не хочется но я его историю не очень хорошо поняла то есть почему получилось так что ему пришлось уехать оттуда он не сам уехала ему пришлось уехать из америки несмотря на то что он прожил там почти 40 лет как я говорю он жил в доме вот этой женщины он работал он был даже по моему там помогал что-то такое в авиации у него были фотографии он мне показывал но получилось так что ему пришлось уехать но дело даже не в этом а вот он мне стал показывать семью конечно вот эту жену вот этих чудесных детей но я говорю да конечно замечательно и вдруг он мне показывает памятник мраморного черного черного мрамора такой вот знаете большущий такой как кубом сделанный и говорит вот это вот памятник моей жены вот я хочу тебе показать насколько я ее любил что я вот смотри и значит вот крупнее какая-то фотография он мне показывает там написано с одной стороны ее имя и годы жизни год рождения год смерти а с другой стороны на этом памятнике написано его имя его год рождения дата рождения черточка и оставлено место а для того чтобы значит вот выбить свою дату смерти которая еще не наступила и он говорит что я вот мечтаю его с другой стороны фотография там тоже уже вставлена в этот черный мрамор вы знаете я была просто потрясена и я стала ему говорить джон что ты ну разве так вот можно как это зачем ты на этом зацепился то есть со своим вот этим вот там кое-каким английским я попыталась его как-то утешить говорю что жизнь-то продолжается тебе всего лишь навсего 58 лет может быть ты вот сейчас вернулся у тебя начнется новая жизнь может быть ты найдешь какую-то другую женщину в общем я тут начала знаете как вот это вот сердобольная такая мадам я начала его лечить успокаивать и нянчить так скажем ну и тут получилось так что знаете всем нравится когда их успокаивают и рассказывают там что у них все будет прекрасно и замечательно и джон как-то ко мне проникса но и наверное потом все таки вот возраст у нас мы были сверстники и потом я ему стала рассказывать что я вот у меня плохо с английским он сказал что я тебе с удовольствием помогу ну и как-то мы вы знаете подружились самое интересное что потом позвонил колен когда очередной раз все должны были прийти уже к нам в гости то колен позвонил у них так просто не принято приходить приводить с собой кого-то надо обязательно спросить разрешение у хозяев он позвонил моего мужа спросил вот джону настолько понравилось нашей компании а можно я приду к вам в следующий раз джоном с моим сыном ну и муж сказал конечно конечно и вот джон стал приходить пришел к нам и вы знаете потом уже на настолько как-то вот это вот все у нас настолько это все затянулось что он уже сидит с меня глаз не сводит и тут однажды получилось так что пришла там еще знакомая одна дафна такая пронырливая бабулька тоже англичанка очень пронырливая то что мужчины может быть и не заметят а вот бабулька засекла сразу и как-то тут ко мне подходит и говорит на очередном каком на очередной какой-то вечеринке даже уже не у нас нигде а просто мы встретились пробос клуб он тоже туда ходил и значит сидели в каком-то пабе она подходит и мне говорит ой галина я так смотрю джону ты так нравишься и он прям с тебя глаз не сводит и пчета вы все вместе хи хи ха ха в общем она значит вот за такую как говорится удочку забросила мне говорит конечно я может быть могу понять все таки муж старый а тут молодой мужчина но я вы знаете на эту дочку не попалась я говорю да нет мы друзья никаких у нас тут проблем особых других нету только друзья ну и на самом деле я не врала это так и было что в общем то нянчить то я его нянчила но мы были только друзья но потом постепенно потихоньку уже наверное где-то прошло какое-то время да вы знаете самое интересное что я же все время ему говорила что джона ты попробуй завести тут новых друзей вот потому тебе скучно и ты вот так вот все зациклен на этом своем памятнике когда ты там дату выбьешь своей смерти что надо жить и что может быть тебе попробовать работу найти короче в общем представляете за оно мне надо называется да но тем не менее и вот он мне как-то позвонил и говорит ты знаешь я нашел работу в оазисе кстати этот магазин я вам показывала оазис очень даже хороший магазин вот он нашел работу в этом оазисе он так счастлив и так все у него прекрасно и он меня благодарит что это как бы я ему помогла что вот он вернулся к жизни и пригласил меня говорит слушай а давай мы с тобой вот отметим это давай я заеду за тобой может быть мы где-то погуляем но и в общем я согласилась а почему бы нет у меня жизнь такая знаете обычно повседневка ничего такого особенного не было и я согласилась и мы стали с ним подпольно встречаться друзья а встречались мы так вы знаете самое интересное что я то конечно мужу не сказала своему зачем расстраивать человека да и потом там особо говорить нечего но не знаю в общем короче значит вечером после того как мы с мужем покушаем он идет смотреть телевизор или спать как обычно он у телевизора на кресле засыпал вот а мне значит мы договаривались джон мне звонил я выходила не тут не рядом с домом а где-то подальше он ждал меня уже где-то за углом с машиной я к нему садилась мы ехали куда-то далеко далеко он показывал мне опять всякие красивые виды не гуляли мы с ним приезжали и он рассказывал рассказывал о своей жизни как в америке там как все учил меня английскому и я была очень рада этому и счастлива потому что на самом деле мой английский стал продвигаться в связи с тем что он все объяснял очень был терпеливый ну и в общем вот так вот у нас эта вся история длилась довольно долго но потом все эти прогулки наверное ему немножко поднадоели и он